И вот мы с вами как деревья, это все, да, каждое дерево в своем роде. И сейчас начинается вот этот вот новый период осенний, когда нужно вот эти свои планы, какие-то свои идеи о том, каким нужно быть, нужно реализовать в виде такой кропотливой работы. Вот сейчас два месяца, такая вот осенняя работа над собой. И потом, значит, Ханука, это в самый темный момент, день идет к уменьшению, как бы все идет, засыпает, и ты работаешь, работаешь, работаешь. Потом, ок, наступает Ханука, мы зажигаем свет, одна, свеча, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, зажигается свет, и мы, значит, идем дальше к Песаху. У Песаха это скачок, такой трансформационный скачок, какой-то будет прорыв, потом изучение, потом Тора, потом Тора, значит, дарование Торы Шавот, и опять будем через год собирать урожай того, как мы проживем этот год. Каэлит в шести главах, он нам объяснил, что все эвелевелим, объяснил он нам, что все пар паров, что гнаться за богатством нет смысла, гнаться, вообще зачем-то гнаться нет смысла, и особенно нет смысла идти против Всевышнего, который все человеку дает. То есть человек, который недоволен Всевышним, это самая глупая позиция в мире, потому что тебе плохо, и ты еще вступаешь в конфликт с хозяином мироздания. Глупее не придумаешь, поэтому мы поменяли позицию в отношениях с Всевышним на благодарность, принятие, и после этого начинается седьмая глава, а чем заниматься. Вот мне очень понравилось, как комментатор это Равзамир Коин, он говорит вот такую вещь, что после шести глав человек должен, по идее, если он все вник понял, то после шести глав Экклезиаста, Коэлита, человек становится Насаадам Меузан Верагуа, человек становится тогда уравновешенный и спокойный. Почему он становится уравновешенный и успокойный? Что он хочет жить спокойной жизнью, спокойной, доброй жизнью, и он не хочет лядун судиться в Ильи Твакеф и спорить с Творцом мира, почему дал ему так, а другому дал по-другому. То есть он на это перестает тратить время, перестает смотреть на других, завидовать, ругаться, обвинять, доставать, заставлять. Вот почему там у других вот так вот, да, вот я разговаривал пару дней назад с одним человеком, и он говорит, у меня к вам вопрос, я говорю, какой? А у человека я знаю, ну, масса личных проблем, а он говорит, вопрос у меня такой, почему там люди в мире делают так-то? Я говорю, а послушайте, говорю, а вам какая разница, что это изменит в вашей жизни? На людей вы не влияете, и я на людей этих не влияю, там, ну, вообще глобально в мире, да? Они, с ними Всевышний разберется, у каждого своя жизнь. Я говорю, вы на себя потратите время, вы, у вас в жизни, я думаю, вы какой-то личный вопрос хотите задать, как вам лично улучшить свою жизнь? А потому что у человека плохое эмоциональное состояние, потому что он, помимо своих страданий, страдает еще за других людей. Тоже вчера было, я был на семинаре, Арахим преподавал, и тоже там одна женщина, прекрасная женщина, говорит, вот у меня эмоциональное состояние низкое. Я говорю, почему? Потому что я волнуюсь, там, сколько людей других, вот я за них страдаю. Я говорю, а вы им лучше этим сделали? Ну, реально, как, кому вы лучше сделали? Вы страдаете за других людей, вы страдаете, они продолжают страдать, и страдания в мире стало больше, а женщина, это когда женщина-то страдает, вся семья ее страдает, люди вокруг вас начинают страдать. В общем, говорю, не очень такая эффективная позиция. И вот говорит Равзамир Конь, что после того, как шесть глав уже проучено, человек становится спокойный и уравновешенный, и он перестает судиться с Творцом Мироздания, и с ним спорить, значит, дальше, а чем заниматься? И вот тут возникает у него вопрос, а чем заниматься? И с седьмой главы начинает Куэлит объяснять, что человек должен знать. Чтобы узнать, познать, что человеку нужно делать, и куда нужно, или Ашкия, это инвестировать свою силу, внимание и время в начале, да? Для того, чтобы жить правильно. И дает нам царь Шлома, царь Сламон, очень инструменты, такие он красиво пишет, нефраин, чудесные инструменты для жизни. И начинает он с того, что седьмая глава Тов Шем Мишемен Тов. Он говорит, лучше имя хорошее, доброе имя. То есть, сегодня вы сказали личный бренд этим современным языком. Лучше доброе, хорошее имя, чем масло хорошее, да? И день смерти для человека лучше, чем день рождения. Значит, ну, тут мы, конечно, бы задумались, да? Во-первых, непонятно, почему имя сравнивается с маслом. Но те, кто знают чуть-чуть, как жили люди 3000 лет назад, они знают, что люди-то жили так же, как он сказал же нам уже, ничего нет нового под солнцем. И сейчас очень большая индустрия. Прямо не зря же, когда ты вылетаешь из какой-то страны, дьюти-фри все, все заполнено духами. То есть, люди любят хорошо пахнуть, и раньше тоже любили хорошо пахнуть. Только сейчас делаются духи на спиртовой основе, а раньше делались духи на основе масла. То есть, брали масло и смешивали с разными травками, там, какими-то были у них технологии, и мазались этим маслом, чтобы хорошо пахнуть. Теперь, значит, так он говорит, что имя, доброе имя, оно лучше, чем это масло. То есть, когда ты пахнешь хорошо с помощью духовой или масла, это влияет там на какое-то расстояние от тебя, на метр, два, три, да? А доброе имя, когда люди знают, что ты хороший человек, когда люди знают, что ты добрый человек. Вот я, наверное, Дэн Дубравина знаю уже лет, наверное, сколько получается, ну, с 2010-го, может, 2012-го года, больше 10 лет. Вот он мне когда-то помог, я помню, он там с нами занимался, эмоциональным интеллектом, жене моей помог, все. Я его знаю, добрый, хороший человек, он в моем, как бы, в моем мире, он занимает, у него хорошее, доброе имя. Есть люди, которые я им благодарен всю свою жизнь, и которые, если с ними там что-то им нужно будет и так далее, я им тоже с радостью помогу. И меня спросят, например, про кого-то, там, рекомендую я его? Я скажу, конечно, рекомендую. Это очень хороший человек, все. То есть доброе имя это ни на метр, ни на два, и ни на час, как масло, когда духи, все равно ты там, ну, час, ну, два, ну, день, потом оно смывается, да? А доброе имя это что-то, что такой личный бренд. И оно лучше, чем масло. То есть это он нам дает первое направление, чем заниматься человеку. Ему нужно заниматься тем, чтобы у него была хорошая репутация в глазах людей, чтобы люди его любили, чтобы люди могли его рекомендовать, чтобы люди ему помогали. То есть чтобы у него было то, что называется, хорошая репутация. Это очень важно. Теперь, а почему день смерти лучше, чем день рождения? Тут он нам дает очень такое изменение системы координат. То есть мы привыкли, что человек живет в этом мире, и это главное. И потом он умирает, и это конец. Он говорит, нет, говорит, вот то, что мы называем концом, это начало. То есть человек входит в эту жизнь, и он вначале развивается в этой жизни, он маленький, ну, то есть маленький ребеночек, он вообще еще ничего не понимает, он развивается. Зачем так сделано? Именно только у людей так. Если там какой-нибудь жеребенок, козленок, там, бедемотик, да, он сразу вылез, котенок, через две недели, он уже может бегать, ходить. Человек год на руках проводит. Его, если они не будут носить, он не будет двигаться. То есть человека год родители вынашивают. А почему они год его вынашивают? Они тренируются то, что называется хэсет, милосердие. То есть человек, когда он вынашивает своего ребенка, он тренирует вот это качество милосердия. Теперь ребенок, когда он вырастает и смотрит, как действительно его пять лет там на руках носили, кормили, у него, по идее, должна выработаться благодарность к своим родителям. То есть человек вырабатывает качества, которые ему нужны для того, чтобы в течение своей дальнейшей жизни, начиная с 13 лет, когда он становится уже осознанным с 13 лет, он начинает с помощью торы, заповедей и добрых дел, он начинает формировать свою душу. То есть жизнь в этом мире, это для того, чтобы в момент выхода из этого мира было чем выйти в вечность. И он нам говорит, смотри, в этом мире ты должен зарабатывать репутацию. Репутация это самое ценное, оно всегда с тобой. Репутация, как ты общаешься с людьми, как ты с людьми взаимодействуешь. День смерти лучше, чем день рождения, потому что день рождения это только старт, и вообще непонятно, что дальше будет. А день смерти это уже финиш, и ты уже на финише, ты знаешь. Если ты собрал себе и хорошую репутацию, и, как нам желает Дамир, большой небесный депозит, то ты уже ждешь, думаешь, ну все, сейчас приду я в вечность, значит, в вечности меня встречают, значит, все великие, великие праведники говорят спасибо, аплодируют. Дамир партнер помогал в Айкре, миллионы человек узнали про Всевышнего, у него большой депозит, значит, вот тебе, Дамир, значит, прекрасный вид на вечность. И ты, значит, в вечность сидишь, кайфуешь. Образно. Дальше, говорит он, следующий нам совет дает, такой лайфхак. Значит, А еще я слышал такое красивое объяснение, почему день смерти лучше, чем день рождения. Когда человек празднует день рождения, то, по большому счету, он празднует, что еще один год его жизни закончился, и он на год приблизился к смерти. То есть, день рождения, это, по большому счету, это, это дата, когда ты отмечаешь, что ты на год в этот момент приблизился к своей смерти. Представляете, это тоже такое интересное. Мало кто смотрит с этого ракурса, но так оно и есть. Чего празднуем? Да вот еще на год я ближе уже к смерти. Вот, это день рождения. А день смерти, что это? День смерти, это выход, это финиш, это как третье рождение. В Торе называется день смерти, это третье рождение, что человек рождается для вечной жизни. Изменение этого ракурса, оно полностью меняет вообще все. То есть, это как бы такое, это изменение маршрута. Да, если ты вбиваешь, вбиваешь, значит, мне нужно попасть в какую-то точку. И тебе спрашивает, там, гугл карты, да? Он тебя спрашивает, а ты на чем ехать будешь, да? И от этого зависит маршрут. То есть, если ты пешком, на велосипеде, там, транспортом, машиной, это очень разные могут быть маршруты и время в пути. Получается, что если человек меняет у себя в голове одну настройку, что для меня день смерти, как Сайп Сламон говорит, лучше говорит имя доброе, чем масло. То есть, чем женщина, она будет себя красить, чтобы понравиться. Пусть она лучше про репутацию подумает. Потому что то, что она накрашена, а про нее сзади говорят, да, типа, она опять накрасилась, да? То вся эта красота, она как бы внешняя, оно хуже, оно менее значимо, чем вот это внутреннее, чем репутация. И точно так же день смерти лучше, чем день рождения. То есть, если ты понимаешь, что старость, это неплохо, это круто, это ты уже избавился от Ецарара, и ты в это время, если у тебя хорошая репутация, то есть, ты с людьми был в хорошем, ты с детьми, с внуками, все тебя любят, все тебя уважают, все говорят, какой-то хороший человек, да? И ты продолжаешь в старости тоже людям давать добро, хвалить их там, тебя любят. Это прикольно. И дальше ты, оп, и выходишь из этого мира, ты ждешь, думаешь, ну, скоро уже, конечно, я уже выйду из этого тела, уже с телом попрощаюсь, и иду я в вечность, да? Это совсем другое качество жизни наступает. Дальше он говорит, а тут что делать? Второй отрывок. Тог ла лехет эль бейт эвель. Лучше говорит идти в дом скорби, чем идти в дом, в дом, в ресторан эль бейт миште. Почему? Башер в усов коле адам. Потому что дом скорби, это там, где, ну, прощаются с умершими, это конец каждого человека в ЭАХАЙ и ТЭНЭЛЕБО. И живой он тогда, значит, обратит на это внимание. И когда он обратит на это внимание, то его ракурс, то, как он дальше будет жить, он изменится в лучшую сторону, чем если он сходит в ресторан. Как это работает? Был такой человек, Стив Джобс, И он говорил, что вот смерть лучший советник, я каждый день себя спрашиваю, если я вот сегодня умру, буду этим заниматься или не буду. И, значит, он таким образом очень себя стимулировал и подстёдивал создавать все новые и новые гаджеты и другие какие-то штуки, которые приносили деньги. То есть он с помощью вспоминания о смерти включал себя на, там, в тысячу раз больше интенсивность, но он жил внутри программ, он не знал. Если бы он проучил Каэлит хоть раз, Экклезиаст, то, может быть, он был бы святой человек, который бы очень много сделал бы добра. Но он не знал про Экклезиаст, он жил в какой-то другой концепции интеллектуальной. Но когда он вспоминал о смерти, то вот этот момент, ежедневное вспоминание о смерти включало его на полную мощность в его концепции жизни, и он успел, там, за 52 года сделать очень много компьютеров, телефонов, айпадов и прочих гаджетов, значит, и принес инвесторам Эккла, принес много миллиардов. В принципе, прожил, можно сказать, полезную жизнь, как есть известная такая история, что настоящий китаец должен в жизни сделать три вещи. Джинсы, магнитофоны, кроссовки. Стив Джобс сделал мультики, потом продал эту компанию, компьютер, спасибо ему огромное, телефон и айпад. То есть я очень, еще у меня есть наушники. Я очень благодарен Стиву Джобсу, но я думаю, что если бы он, ну опять все, если бы эта система не работает, но я думаю, если бы ему сказали, слушай, а вот давай ты Пиксар отдай кому-нибудь, да, не будет у тебя Пиксара, мультиков, но ты проживешь еще 10 лет со своей семьей, со своими детьми. Ты согласен? Я уверен, что он бы согласился. Ему бы потом бы сказали, слушай, давай ты отдашь Эппл, но ты проживешь до 80 лет в маленьком доме, ты со своей женой, детьми, 20 внуками и будешь здоровый, веселый, счастливый и будешь, как твой папа, покупать старые машины, не папа, он его воспитывал, ну он усыновленный был, и ты будешь делать машины, покупал он старые машины, и их реставрировал и продавал потом как новый. И ты будешь зарабатывать себе на жизнь, не будешь миллиардером, но проживешь 80 лет с семьей, с детьми, с внуками, с любимой женой. Я уверен, что Стив Джобе согласился. Нету ему никакой разницы, что сейчас есть там эта компания Эппл стоит триллион, ему какая разница, его здесь нету, и пользы ему от этого никакой. Теперь, значит, так вот, когда человек, уже знающий, шесть главы экклезиаста, приходит в дом скорби, видит, как умирают люди, молодые, старые, в среднем возрасте, и как они умирают, и кого-то приходят, провожают много людей, плачут, говорят, как же так, столько ты добрать, сделал, что я буду без тебя делать, мне так будет тебя не хватать. Кого-то никто не приходит провожать, и думают, ну, значит, и хорошо, что умер, да, и когда ты знаешь, как все работает, тогда тебя, вот этот вот момент, он тебя включит на правильную волну. Какую правильную волну? Делать добрые дела, учить Тору, делать заповеди. Понятно, да? Теперь, приноси улыбаться, близким говорить каждый день хорошие слова, помогать своим детям, внукам, и так далее. То есть, человека, если у него есть уже правильная система координат, то его дом скорби, он включает на более правильные мысли. Теперь, а почему царь Соломон, так он говорил, что лучше идти в дом скорби, чем в ресторан? Чем занимаются люди в ресторане? Ну, допустим, Бэтмиште, это дом перов. Мы не знаем, что в то время было дом перов, но в мое время были дискотети, на которых собирались люди, которые выпивали алкоголя много, закидывались потом какими-то еще таблетками, и они, значит, отключали голову, потому что им было плохо. Им было плохо в жизни, в течение дня им было плохо, и поэтому они ночью, вместо того, чтобы спать и ждать с нетерпением ближайшего утра, чтобы в 6 утра вскочить и заняться своей любимой, хорошей жизнью, они шли вечером, убивали свой мозг и свое здоровье, потому что им было плохо в обычной жизни. Не идут люди от хорошей жизни и не напиваются. Человек пьет, ему больно, он хочет уйти от реальности. Человек употребляет наркотики, потому что ему в жизни не хватает удовольствия, он не знает, как получить удовольствие, и поэтому он ищет какие-то вот такие вот запрещенные способы. Понятно, да? Поэтому говорит царь Самон, что лучше пойти вот на кладбище, посмотреть, как люди уходят из этого мира, посмотреть, что это происходит часто, неожиданно и быстро, и вспомнить, что это конец каждого человека, и, значит, живое даст это на свое сердце. Теперь дальше он говорит удивительную вещь, которую без объяснения непонятно вообще, и мы вот на этой сегодня остановимся. Значит, говорит он такую вещь, тофкаас мисхок, он говорит, лучше гнев, чем смех. Киберуа по ним, что когда плохое, как бы злое лицо, да, и таблев, становится добрым сердцем. То есть, если без объяснений, без устной торы, непонятно. Вот люди, которые читают эту фразу, и говорят, лучше гневаться, чем смеяться, и лучше злое лицо, когда у тебя злое лицо, у тебя доброе сердце, это просто вот бред, если прямой текст взять, то он складывается в фразу, которая не имеет смысла. Поэтому письменная тора без устной торы, без объяснения, да, что там пропущенные слова, она является кодом. Письменная тора это код, а устная тора, это заполнение вот этих вот, тех мест, которые, которые нужно заполнить, и тогда оно все открывается в смысл. Что значит лучше гнев, чем смех? Чем смех? Сколько это на смешничество? Значит, вот живет человек, и дальше это будет доказано, только он дает духовный закон, а потом его отражение в материальном мире, в психологии. Значит, мы пока только духовный выучим закон, а потом возьмем объяснение. Значит, вот живет человек, и у него все хорошо в жизни. Значит, вообще, ему даже плохие сны не снятся. Есть в Талмуде выражение, что если у человека там, по-моему, 40 дней, или там, нету ничего в жизни плохого, и, значит, не снятся плохие сны, это очень, очень плохой знак. Что это на него, значит, с неба махнули рукой, уже как бы, но он неисправимый, уже с ним, как бы, ему выплачивают все, что, все, что ему хорошего было в мире, и он уходит в никуда. То есть, любая неприятность, которую Всевышний посылает, показывает, что Всевышний, тот, кого Бог любит, тому он дает страдания, чтобы спасти его, и привести его к Торе, чтобы он исправился, человек, и так далее. Значит, когда Бог гневается, это лучше, чем он насмехается. Как мы узнаем, что Бог гневается? Например, человек там, я не знаю, у него что-то, что-то у него произошло, да, такое, ну там, я не знаю, шел, упал, очнулся дипс. Он, о, шел, упал, очнулся дипс. Теперь неприятно, сидит он с этим дипсом, и думает, а куда я шел? Вот зря я шел к этой любовнице, например, да, все-таки у меня жена же, есть дети, зачем я шел вообще? Я не туда шел, это знак, что не туда шел, да, не надо было мне туда идти. Или там, например, он сломал руку, и думает, что же я не так делал этой рукой, да, может я этой рукой что-то не то делал, и ее сломал. Не зря же я ее сломал, эту руку. Оп, и человек, значит, задумается, то есть гнев Всевышнего, он для человека лучше, чем насмешка Всевышнего, потому что когда он видит вот этот руа по ним Всевышнего, как бы от Всевышнего идет вот, ну, знаете как, строгость такая, да, и там, лев, улучшается сердце человека, то есть он тем самым исправляет свои пути, исправляет себя, и становится на правильный путь. Вот это вот объяснение этого поступка. То есть это не значит, что человеку надо гневаться вообще. Человеку гневаться нельзя, потому что гневающийся в сердце, он как идолопоклонник. Когда ты гневаешься на то, что ты сломал руку, то ты по большому счету гневаешься на Всевышнего, который тебе хотел подсказать. И ты помимо поломанной руки, имеешь еще проблемы с тем, кто управляет мирозданием. Поэтому любой гнев, он запрещен по Торе, потому что гневаешься ты, это твое я не соответствует тому, что реальности, да, и когда ты выступаешь против реальности с гневом, то ты как будто бы служишь идолом. А если ты принимаешь реальность, ее понимаешь, и ты учишься от реальности, тогда это у тебя улучшается сердце. И это то, что вообще прекрасно. То есть гнев Всевышнего улучшает сердце человека. Это мы сегодня начали седьмую главу. Очень хороший лайфхак. Запишите свои инсайты. Очень будет полезно, если вы запишите свои инсайты, поделитесь, если вы вообще будете активно участвовать в уроках Ваикры, то есть вы этот свет приняли, потом его у себя трансформировали в сердце, выдали какой-то свой инсайд, и поделились им, с кем можно поделиться. И 22-й у нас сегодня урок в книге про хэппинес, да, это лайфхаки, как быть счастливым. Называется он Smile at Mirrors. Улыбайся зеркалам. Говорит автор этой книги нам такую вещь, очень хороший совет, что развивай у себя, значит, дружбу с зеркалами, любящую дружбу с зеркалами. Потому что каждый раз, когда ты смотришь в зеркало с улыбкой, оно тебе тоже будет улыбаться. И если ты будешь улыбаться зеркалам, то они будут всегда тебе улыбаться в ответ. Но если он говорит, ты будешь ждать, что зеркало улыбнется тебе первым, он говорит, ты ошибаешься, ну то есть у тебя не получится. Зеркала первыми не улыбаются. Теперь, когда ты натренируешься дружить и улыбаться зеркалам, то тогда ты можешь попробовать То же самое с людьми Люди, они тоже как зеркала Только они Иногда действуют с задержкой И у них же есть свобода выбора И они могут не улыбнуться в ответ Но, говорит, чаще всего, так как люди Очень реактивные И не все, к сожалению, ходят на уроки Торы То, значит, люди реактивные И они как зеркала В большинстве случаев ты на свою улыбку Будешь получать улыбку Но, если ты будешь ждать от людей Улыбки, то ты тоже, как от зеркала Обычных, не дождешься Потому что Большинство людей, они реактивны А так как большинство людей не улыбаются То они тоже друг друга не улыбаются Это очень интересно, вчера я сидел Разговаривал с женой Равашера Кушнира Он был лектором на Арахим И я был лектором на Арахим Мы вместе с задним столом там сидели На праздник были вместе И жена Равашера, она американка И замерите, она из города Где Ельский университет Как раз она в этом городе родилась Жила, ну, в молодом возрасте Приехала в Израиль И она говорит, жена Равашера Вот я сколько живу, говорит Я удивляюсь, что Те, кто с менталитетом Те, кто из Советского Союза приехали Да, они не улыбаются То есть у них все время Серьезные сосредоточенные лица И они не улыбаются И, говорит, больше надо улыбаться Потому что, когда ты улыбаешься Ты, как бы, ты распространяешь То, что у тебя внутри Хорошее настроение Поделись улыбкой о своей И она к тебе не раз еще вернется Мы вроде в детстве эту песню пели Но как-то, видно, пропустили из ушей Мы пели больше Прилетит вдруг Волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения поздравит И, наверное, оставит Мне в подарок 500 из тиму И вот так как эта песня Волшебники не прилетали 500 из тиму не оставляли Вот мы с тех пор и загрустили Очевидно И перестали улыбаться Поэтому Дружи с зеркалом Начните с того Что он прям Я его словами закончил Он красиво написал Мускулы лица Они, когда ты улыбаешься Они посылают больше кислорода И поэтому мозг Он вознаграждает тебя Прекрасным самочувствием Ощущением И некоторые мозги Они становятся Addicted to smiling Они привыкаются Они становятся зависимыми От улыбки И продолжает человек Тогда улыбаться Значит Maybe yours will Может быть твой Как раз и будет Addicted to smile И тогда тебе много людей Будут улыбаться Тогда У тебя будет очень все хорошо С обеспечением мозга Значит Кислородом И ты будешь прямо Распространять Свет Который будет у тебя внутри И будешь получать Много света тоже Все Поэтому сегодня Начинаем дружить Зеркалами Улыбаться Зарабатывать себе Хорошую репутацию Значит Сходим на несколько К сожалению В мире в день Умирает Примерно 150-200 тысяч человек Уходит из этого мира Прямо такой Поток душ И если об этом Иногда задумываться Не надо ходить Каждый день На кладбище Но Можно просто задумываться Что 200 тысяч Сегодня ушли И каждый день И каждый год Приближает нас К моменту ухода И поэтому Если ты Первое Ты знаешь Что уход Это рождение Второе Если ты к этому Уходу готовишься С помощью Торы Заповедей Добрых дел То тогда У тебя внутри Будет намного Лучше настроение Чем при любых Других концепциях В которых Живут люди До завтра И чтобы Всевышний Благословил всех Кто стремится Ко Всевышнему И всех Привел на правильный путь И чтобы этот путь Был наполнен радостью И всем Что каждому из нас Нужно Благодарность Она соединяется Всевышним И Всевышний Дальше наполняет Всем что нужно Все Ну и конечно Мы продолжаем молиться Уже мы близки К этому Чтобы все войны Закончили Чтобы Вместо того Чтобы воевать Люди Выращивали Полезные цветы Цветы выращивали Там сельское хозяйство Все Ездили Путешествовали То есть Если бы те деньги Которые сейчас Были потрачены На войну Просто бы раздали Тем людям Которые в этих В этих Странах живут То можно было бы Наверное Год Кайфовать Радоваться И Каждый житель Мог бы наверное Очень улучшить Свою жизнь Вместо того Чтобы воевать Просто раздали бы Потратили Я думаю На войну За это время Где-то Там Не знаю 300-500 миллиардов Долларов Вот потратили Представляете Там 500 миллиардов Долларов Почти триллион Если бы раздать Кто может Посчитать У кого Калькулятор есть Сколько это было бы Если бы Да Ну в общем Много Каждому Было бы наверное Тысяч по 10 По 20 долларов Можно было бы Поездить Попутешествовать Что-то купить Себе Полезное Опять же Компьютер Телефон